Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельян. В этой серии видеоуроков «Как сделать хорошее фото с мобильного телефона» мы обсудим проблему настройки на... мы обсудим проблему резкости. В отличие от фотоаппаратов, имеющих функцию ручной настройки на резкость, когда мы можем глубину резкости менять и регулировать ее по своему желанию и за счет этого вмещать в нужное нам пространство определенный метраж, в мобильных телефонах эта функция отсутствует. И поэтому в этом случае мы должны придерживаться нескольких правил, как сделать так, чтобы ваш телефон снимал именно тот предмет, который вы хотите, а не тот, который занимает больше пространства. В данном случае я привела пример фотография вербы с близкого расстояния. Так как камера находится в руках, то стабилизировать так, чтобы близко расположенный предмет не двигался, мне не удается. И поэтому настройка происходит на тот предмет, который практически неподвижен. Неподвижна земля. Поэтому с близкого расстояния вот такие предметы в плане макросъемки делать с телефона достаточно проблематично. Но в принципе этого можно избежать, если воспользоваться функцией точечной настройки, которую позволяет фотоаппарат. Но нужно понимать, что эта возможность имеет очень большие ограничения. Для того, чтобы перейти в режим ручной настройки на тот фрагмент, который мы хотим сфотографировать, мы переходим в меню настроек фотокамеры, нажимаем на три точки и у нас выпадает меню, где мы можем установить функцию пальчиковой настройки на экране, на то место, которое мы хотим сфотографировать. В меню оно называется «Нажмите для съемки». Нажатием на этот фрагмент мы активируем, либо деактивируем это свойство. В данном случае оно включено. Когда здесь стоит «Офф», значит эта функция отключена. Вы будете по экрану возить пальцем сколько угодно. Ваш аппарат сработает только в том случае, если вы нажимаете исключительно на изображение фотоаппарата, которое находится внизу вашего экрана. Если же вот эта функция у нас включена, то в этом случае мы можем регулировать то, какая часть нашего изображения будет в большей резкости, чем остальные. В данном случае снимок сделан, когда на экране я нажала на нос кота, а в этом случае пальцем я дотронулась вот здесь, внизу клавиатуры. Как видите, разница колоссальная, несмотря на то, что две фотографии сделаны с одного расстояния. Так как настройка была на ручную настройку на резкость, то фотоаппарат не усреднил мое изображение, не стал сам выискивать, на какой объект ему навести, и он подчинился моему решению. В этом случае я разнесла два предмета, чтобы было более четко видно. Код и USB-шнур. И в одном и в другом случае стрелочками показано то, на какое место я на экране нажимала, для того, чтобы получить эти изображения. Как видите, в данном случае код размытый, в данном случае код резк. Шнур размытый, шнур резк. Точно так же и на этих фотографиях. При нажатии на край платья и при нажатии на стенку фигурка получилась очень размытая. Как видите, телефон легко подстраивается под необходимость выделения определенного участка резкости. Никаких проблем с фотографированием не возникает, если вы не приближаете аппарат слишком близко к снимаемому объекту. Во всяком случае, до 20 см точно никаких проблем не возникает. А при условии макросъемки, то есть это когда аппарат приближается уже больше, чем на 20 см, здесь нужно применять несколько другие приемы, о которых мы будем говорить дальше. А в следующем видео мы поговорим о сетке, как об инструменте, необходимом для предварительной разметки объекта съемки, чтобы можно было выбрать наиболее удачный ракурс.